Всем привет! Меня зовут по-прежнему Вячеслав Калимашин, и вы находитесь на волне с Rock School. Мы продолжаем разговор о аккордах. Если вы не видели предыдущее видео, посмотрите его где-нибудь здесь, и будет ссылочка. И мы сегодня обсуждаем трезвучие. Погнали! Аккорды могут состоять из двух, трех, четырех и пяти нот. Сейчас мы разбираем вариант из трех нот, так называемых трезвучий. В зависимости от расстояния между нотами, ступенями, это ноты по порядку, 1, 3, 5, это структура трезвучия, будут получаться варианты трезвучий. Первая из них уменьшенная, малая, большая и увеличенная. Напоминаю, что расстояние между нотами измеряется в тонах и полутонах, это единицы измерения в музыке. Один тон это расстояние от ноты до до рэ, между двумя белыми клавишей. Соответственно, ми, фа, си, до это там, где нет черной клавиши, и между любой белой и черной клавишей у нас тоже будет полтона. На гитаре полтона два соседних лада, один тон через лад. Итак, уменьшенное трезвучие состоит из нот до, ми, бемоль, соль, бемоль. Это необходимый вариант расположения нот, чтобы соблюсти расстояние полтора и полтора тона между нотами. Или в обозначении интервалов, если не вам знакомы, малые терции. Такой аккорд обозначается как с-дим, дименшат, или уменьшенный аккорд. Далее мы имеем малый аккорд, малое трезвучие. Это минорный аккорд, мы знаем его по наклонению минора. Здесь у нас с вами получается полтора и два тона между нотами. И в случае нот от до, это будет до, ми, бемоль, соль. Такой аккорд обозначается как с-мол, с-м, или с-мин. Это называется минорный аккорд, или малое трезвучие. Большое трезвучие, или мажорный аккорд, у нас строится наоборот. Два тона, полтора тона. И, соответственно, стандартный вариант обозначения до, до, ми, соль. С-дар, или с. Соответственно, увеличенное трезвучие, значит, это 1-3-5 по-прежнему, но расстояние уже по два тона, или две большие терции. Расстояние до, ми, соль, диез, или с-ауг, аугментед, увеличенное. Как вы видите, у нас везде ноты до, ми, соль. И как бы мы не применяли знаки альтерации, диезы, гемоли, хоть два бемоли, хоть два диеза, мы должны соблюдать именно порядок этих нот, до, ми, соль. Мы не можем добавить, значит, ля, или фа, или любые другие ноты, если мы хотим построить разновидности трезвучия. Поэтому будьте в этом случае внимательны. Чтобы все вышесказанное стало для вас еще прозрачнее, сыграю все варианты трезвучий на гитаре. Итак, до мажор. Возьму аппликатуру от аккорда ля. С баре на третьем ладу. Третья позиция. Это до мажор. Здесь мы играем на самом деле пять нот. До, соль, до, ми, соль. Таким образом, если вы сыграете только три ноты, до, ми, соль, вы получите чистое трезвучие. Так мы играем расширенный вариант мажорного трезвучия или большого трезвучия. Какая нота ответственна за наклонение, за минор, мажор? Это нота ми, или терция. Третья по счету нота. До, ми, соль, ми. Если мы сыграем ми, бемоль, то сразу услышим до минор. Если мы не сыграем терцию, то наклонения не будет. И мы услышим пауэр аккорд. Один, пять. Об этом мы говорили в предыдущем видео. Далее у нас с вами идет уменьшенный аккорд. Он не минорный и не мажорный, но как бы тяготеет к минору из-за первой малой терции в полтора тона. Здесь у нас за увеличенное и уменьшенное трезвучие будет ответственна квинта, пятая по счету нота, соль. Если мы опустим ее ниже, на соль, бемоль, то получим вот такой красивый уменьшенный аккорд, или с-дим. В данном случае не сильно легкая аппликатура, но аккорд очень колоритный. Мы не играем первую струну и не играем шестую струну. Вернувшись к мажорному аккорду, мы построим увеличенное трезвучие. Выглядит оно будет вот так. Без первой шестой струны. Здесь я сыграл мизинцем ноту соль диез, ответственную как раз за увеличенную квинту, или увеличенное трезвучие. А говорит, что вариантов аппликатур может быть несколько, и это далеко не единственные варианты решений этих трезвучий на грифе. Также я играю сейчас в расширенные варианты, где мы играем не только три ноты, а больше. Надеюсь, это видео было вам полезным. Пишите комментарии, оставляйте какие-то идеи, пожелания, и мы постараемся их учесть. Всем пока.